Ассасин's Creed Неизвестно, есть ли в будущем тамплиеры, но злодеев все равно хватает. Вот и космический дальнобойщик по имени Флюкс вынужден сражаться с ними после того, как потерпел крушение на незнакомой планете. Кругом сотни врагов со страшным боссом, но герой игры Crashlands мастер на все руки и постепенно улучшает свое оружие. Чем-то это все напоминает культовую Диабло. Совершил рейд по владениям врагов, зачистил регион, вернулся и куешь новые доспехи. Точно так же и тут, причем разнообразие противников и боевых умений ни в чем не уступает лучшим представителям жанра. На лучших ориентируется и Lords of Discord. Эта пошаговая стратегия с тактическими боями напоминает героев меча и магии, а также Disciples. Поклонникам жанра основы процесса будут хорошо знакомы. Набираем войска, развиваем героев, убиваем монстров, собираем артефакты и бросаем вызов вселенскому злу. Только настоящему лидеру по силам вернуть свет в мрачный мир этой игры. А если сюжета покажется мало, то можно и с друзьями сразиться, как в былые годы. И вновь орды противников. Впрочем, это типично для двухмерных экшенов. Да и цель тут привычная. Прыгая по платформам и истребляя врагов, собрать могущественные артефакты и привести мир в порядок. Из множества других игр The East New World выделяется за счет высокой сложности, стильной внешности и крутых боссов. Тем же, кто предпочитает графически совершенные трехмерные миры, советуем обратить внимание на ролевой экшен Epic of Kings. В этом увлекательном боевике, основанном на персидской мифологии, игрокам предстоит вжиться в роль великого воителя. По воле судьбы он стал наемником и лишился всех почестей. Но это не помешает ему сразиться с великанами и изменить судьбу королевства. На дворе кризис, так что самое время освоить новые способы заработка. Например, можно торговать подержанными авто. Чтобы научиться их продавать, поиграйте в уникальный симулятор автодилера и отточите навыки. В этой необычной игре нужно диагностировать автомобили, чтобы их выгодно покупать и еще более выгодно продавать. Машина может быть побитой или с развалившимся двигателем, так что будьте на чеку. Не попадайтесь на уловки мошенников и умейте убедить потенциального покупателя, что побитый запорожец не дешевый хлам, а ценный раритет. Много размышлять над каждым действием предстоит и в новой карточной игре про героев мультфильма «Кунфу Панда». Тренируясь на манекенах, сражаясь с другими игроками и выполняя ежедневные задания, нужно собрать отряд из самых сильных бойцов. У каждого из персонажей в запасе есть колода из полусотни карт с боевыми умениями и полезными предметами, способными изменить ход схватки. Часть карт доступна всей команде, но еще часть может использовать только их владелец. Секрет успеха в умении подобрать верную тактику под каждую ситуацию и самый коварный ход противника. Еще одна карточная игра про зверюшек, только с правилами попроще, быстрыми партиями и странной тематикой. Как можно заметить из названия, тут есть котики. Одни только царапают первых встречных, но другие попросту взрываются. Вам не нужно спасать пушистых смертников, но постарайтесь выжить и поставить под удар соперников. Например, можно использовать клубок ниток или лазерную каску. Ну а завершает нашу подборку игра про изучение подземной фауны. Если, конечно, можно назвать изучением процесс уничтожения всех встречных. От других подобных игр Данжелот отличается тайниками, доступ к которым открывают лишь определенные персонажи. Кроме того, тут очень интересное оформление в стиле легендарной игры Сапер и огромный ассортимент чудных монстров. Продолжение следует...